Не обошлось на минувшей неделе без огненных происшествий. К счастью, без жертв уже не раз говорилось об актуальности автономных пожарных извещателей в Гродинской области. Именно благодаря этому устройству спаслись при пожаре 7 человек. Один из таких случаев произошел в ночь со среды на четверг 2 августа в Мостовском районе в доме, где случился пожар, проживает 49-летний мужчина с 14-летним сыном. Так как семья неполная, за счет местных властей в доме был установлен автономный пожарный извещатель с выводом сигнала на фасад здания, чтобы в случае задымления соседи могли услышать тревожное оповещение. На момент возникновения пожара мальчик был у матери. Как только датчик извещателя уловил дым, произошла сработка и пронзительный писк разбудил хозяина дома. Мужчина вышел на улицу самостоятельно и вызвал спасателей. В результате пожара частично обрушена кровля, повреждены стены, перекрытие и имущество в доме. Причина пожара устанавливается. Основная рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении. В воскресенье 5 августа в Лицке спасатели выезжали на экстренный вызов в деревню Табала. Сообщение поступило о пожаре в одном из домов. Однако соседям удалось самостоятельно справиться с огнем. В момент ЧП хозяин находился на работе. В доме уничтожено мягкое кресло, поврежден диван и другое имущество. Что стало причиной произошедшего, установит проверка. К мужчине со стороны работников МЧС неоднократно были претензии по поводу пожарной безопасности. Возможно, этот урок пойдет ему впрок, надеются спасатели. Не обошлось и без серьезных происшествий на дороге. Влидя днем 3 августа в результате дорожно-транспортного происшествия был травмирован 36-летний мотоциклист. ДТП произошло на перекрестке проспекта Победы и улицы Кирова. По предварительным данным, 24-летняя девушка, управляя «Опелем», двигаясь со стороны книжного мира при повороте налево, не пропустила мотоциклиста, который шел в прямом направлении. Мужчина с травмой ноги был доставлен в больницу. Чудом удалось избежать трагедии молодой компании в Вороновском районе. Четверо парней и две девушки ехали в одну из деревень. В какой-то момент на прямом участке дороги одно из колес отлетело, и водитель потерял контроль над автомобилем, который затем опрокинулся на крышу. Всем находящимся удалось быстро покинуть салон Фольксвагена. Тут же, рядом с выхлопной трубой, произошло возгорание. Без помощи спасателей было уже не обойтись. Огонь повредил кузов и уничтожил салон автомобиля. Владельцу иномарки и одной из пассажирок понадобилась госпитализация. В ГАИ пояснили, что происшествию могло способствовать техническое состояние транспортного средства. Главная задача спасателей на уборочной – проконтролировать, чтобы она прошла по всем правилам пожарной безопасности. Хлеборобы во время жатвы работают в поле с раннего утра и до позднего вечера в гонке за урожаем. Отдельные забывают о безопасности, а ведь это может привести к необратимым последствиям. Установившаяся жаркая погода и высокая температура способствует тому, что малейшая искра и может привести к возгоранию не только техники, а также и поля. За считанные секунды пожар может уничтожить не только будущий урожай, но и всю технику на полях. Работа в плане пожарной безопасности в хозяйствах Лидского района постоянно на контроле работников МЧС. Следят за ней и специалисты иных служб. Ежегодно в управлении сельского хозяйства и в хозяйствах создаются комиссии по проверке зерноуборочных комбайнов по готовности их к проведению уборочных работ. Готовятся допуски зерноуборочных комбайнов, под роспись комбайнеру отдается перечень всех инструментов, которые необходимы по пожарной безопасности. Это огнетушители, штыковые лопаты, весь набор этих инструментов. Инженера по технике безопасности в хозяйствах перед началом зерноуборочных работ проводят инструктажи по технике безопасности. Во время жатвы каждое утро в Центр оперативного управления Лидского района РЧС поступает информация, на каких полях идет уборка, сколько и какая техника на ней задействована. Инспекторы без предупреждения могут появиться в любом из хозяйств. В филиале Детва, открытого акционерного общества Лида Хлебопродукт. Проверяющих особо интересовали зерносушильные комплексы. Один такой работает в Крупово. Смотрим наличие журналов параметров сушки, чтобы соблюдались они, чтобы зерно не перегревалось и в последующем не загоралось. Люди, обслуживающие зерносушильный комплекс, должны четко знать свои обязанности и исполнять их. Малейшая оплошность может уничтожить тонны зерна и технику. Если бы вовремя работники зерносушилки не заметили дым, в конце июня в хозяйстве Белица Агра могла бы сгореть зерносушилка. Обследовав зерносушильный комплекс в Крупово, инспекторы отправились на поле. Здесь они проверили укомплектованность техники и комбайнов машин-тракторов первичными средствами пожаротушения. В случае воспламенения основные узлы сгорают очень быстро, поэтому первые секунды ЧП решают многое. Наличие средств пожаротушения – это полдела. Работник обязан уметь правильно ими пользоваться. Тут же на поле спасатели проводят небольшой экзамен для механизаторов и водителей. Мелких нарушений в пожарной безопасности не бывает, так как даже небольшое нарушение, либо нехватка первичных средств пожаротушений может повлечь возникновение пожара, либо крупный ущерб. Там, где работают комбайны, обязательно находятся пожарные автомобили, либо цистерны с водой и трактор с плугом. Были они и на этом поле. После вводной возгорании этому механизатору удалось лишь с пятой попытки подать воду, а за это время огонь мог нанести большой ущерб. На сегодняшний момент обследованы все хозяйства. Грубых нарушений уже не выявляется. Бывает, конечно, встречается, допустим, не хватает одна лопата или не хватает швабры. Очень редко встречается, что по каким-то причинам неисправные огнетушители, которые тут же заменяются на исправные. Из-за неосторожного обращения с огнем в этом году произошел пожар в одном из хозяйств в Слонимском районе. В момент возгорания в поле работали два комбайна. Находящиеся рядом тракторы с бочкой воды и плугом не дали огню распространиться. Был спасен 71 гектар посевов. Однако огонь успел уничтожить озимые третикали на площади около 9 гектаров. За время с начала уборки за нарушение правил пожарной безопасности Лицкому РЧС к административной ответственности было привлечено 5 должностных лиц. На сумму одной до пяти вазовых величин. Проверку хозяйств в Лицком районе спасатели продолжают. Расслабляться аграриям нельзя. Уборочная в разгаре. Пожары в хозяйствах возникают не только из-за нарушения правил безопасности их работниками, но и по причине детской шалости. Так, в четверг в Берестовицком районе Гродненской области было уничтожено 300 тонн соломы. Спасателями и добровольцами хозяйства удалось спасти две соседние скирды. А это еще 80 тонн. Теперь родителям несовершеннолетних виновников произошедшего грозит штраф. Кроме того, им придется возместить ущерб хозяйству. Юные поджигатели могут быть поставлены на учет в инспекции по делам несовершеннолетних. Мужчина задремал в кресле. Тлеющая сигарета упала на ковер и подожгла его. В первые минуты пожара температура в комнате поднимается медленно, достигая через 3 минуты 300 градусов. Начиная с четвертой минуты температура резко поднимается до 600 градусов. Если окна двери в комнате закрыты, кислород в комнате выгорает, и пожар застывает на 7-8 минут в фазе выгорания. Пламя утихает, но температура остается на уровне 700 градусов. Если окно разбито, то поступающий кислород дает пламени новые силы. Жар в комнате поднимается до 900 градусов. Это выше, чем используется в крематории. Водитель. Водитель, помни! Пешеход, как инспектор ГАИ, может появиться на проезжей части в неподходящее время. Смотри в оба. Лидская госавтоинспекция предупреждает. Соблюдайте правила дорожного движения. А знаете ли вы что? Столкновение на скорости 50 км в час по силе равно падению с пятого этажа. Пристегни ремень. Если хочешь выжить. Задумайся. С construirler. Кустар. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok